Находящемуся в Сегижской колонии номер 7 Эльдару Дадину сегодня вызвали врачей. Ему стало плохо во время встречи с сотрудниками аппарата, уполномоченного по правам человека, которые приехали в колонию выяснять обстоятельства пыток, о которых Дадин сообщил на волю. Вчера сайт Медуза опубликовал письмо Эльдара Дадина из колонии, в котором он обвинил сотрудников и руководства в изуверствах. В Кремле пообещали доложить об этом президенту Путину, и сегодня в исправительное учреждение приехала очередная проверка. У Эльдара Дадина случился эпилептический припадок до помещения в колонию, с ним такого не случалось, объяснил настоящему времени его адвокат Алексей Липцер. Насколько мне известно, у него есть эпилептический припадок. С чем это связано, непонятно. Я считаю, что тут нужно, конечно, проводить ему обследование, медицинское, глубокое, для того, чтобы устанавливать причину. Потому что если этих припадков раньше не было, а сейчас они появились, то они в том же месте возникают, правильно? Вполне возможно, что это является следствием незаконного действия в отношении него. Вы ему оказали первую помощь. Также я знаю про то, что вроде бы планируется его перевезти в больницу в Петрозаводске, и там ему привезти комплексный отслед. В Сигеже сегодня находится наш корреспондент Глеб Яровой. Сигежская исправительная колония номер 7 сегодня оцеплена полицией. Въезд на территорию контролируют сотрудники ВСИН. Повод для оцепления опубликованное накануне письмо осужденного Эльдара Дадина об избиении и издевательствах. Проверить подлинность этих фактов, а также состояние Дадина в колонию и приехали представители ВСИН, Следственного комитета, уполномоченного по правам человека Карелии, правозащитники и врачи. На поступах к колонии еще с утра был выставлен кордон из представителей ВСИНа и ГИБДД. В принципе, машины на территорию пропускают, как вы видите, но не журналистов. С утра я попытался туда подъехать и начал снимать прямо у стен колонии, но был выдворен за территорию. По словам председателя ОНК Карелии Александра Рузанова, правозащитники просмотрели видео с камер наблюдения. На них факты избиения Дадина зафиксированы, но, что называется, в рамках тюремных правил. Остальные члены ОНК провели в колонии целый день, однако никаких подробностей визита не рассказали, сославшись на запрет комментировать ситуацию Следственным комитетом России. По словам начальника пресс-службы Карелийской ВСИН, комплексная проверка продолжится. Сегодня проходило комплексное, многопрофильное медицинское обследование осужденного Ильдара Дадина. Также, насколько я знаю, здесь работали сотрудники прокуратуры, следственных органов. На сегодня, я думаю, на этом проверка будет закончена и продолжится завтра. Приехал в Сегежу юрист Борис Маматов. Он вызвался защищать интересы Ильдара Дадина после того, как прочитал письмо заключенного. Однако сегодня к подзащитному его не пустили. Я попросил, чтобы мне разрешили с ним встретиться. Он сказал, что сейчас проводится доследственная проверка, и сейчас мы не можем вам дать возможность с ним встретиться. Я сказал, что, во-первых, это нарушает закон. Я тут же написал заявление, которое было зарегистрировано там. И со слов Прудникова, он не сказал, что он разговаривал. С Ильдаром, что Ильдар сказал, что пока не встретится со своим адвокатом, ни на какие вопросы отвечать не собирается. Посетили колонию сегодня и медики. По словам врача Анастасии Спитлаковой, состояние Ильдара Дадина можно назвать удовлетворительным, и показаний для госпитализации нет. Правда, для того, чтобы провести более детальные обследования, необходимо специальное оборудование. На данный момент, то, что было неделю назад или более, единственное, что это может только рентгенография, нарушение целостности костной системы, что в данном случае не выявляется. Возможно, уже завтра Дадина привезут в столицу Карелии для более тщательного осмотра в местной больнице. Но эта информация пока не подтверждается. Глеб Яровой, Сегежа, специально для настоящего времени. О том, какими бывают пытки, которые не оставляют следов в колониях, мы расспросили Владимира Бугушевского. Он отсидел 7,5 лет в колониях строгого режима. Все это время ему помогала правозащитная организация «Русь сидящая». Владимир Бугушевский, совсем недавно еще заключенный российских колоний. Большой срок и, насколько я понимаю, строгий режим. Да, Владимир? Совершенно верно, да. Скажите, что значит пытки в российских колониях, которые не оставляют следов? Вообще это возможно или нет? Да, как правило, это так и старается все. Во всяком случае, администрация, если участвует в этих процессах, то именно стараются делать так, чтобы не было никаких следов. Это возможно, да. Какие виды пыток вы можете перечислить в качестве примера? Ну, вы знаете, если как бы не выдаваться в гебри, что оставление человека без сна и... А почему же нет? Это тоже пытка. Давайте перечислять. Наверное. То есть, самое простое, что делают, например, оперативные сотрудники, это каждые два часа на протяжении нескольких суток вызывают на допрос, при котором ты, естественно, должен стоять прямо, двинуть ноги, руки за спину. Ну, при этом ты можешь не спать несколько дней, соответственно, можешь даже и не посещать столовую, так как по времени не попадаешь на нее. Вот. Это самое такое простое, что вообще может происходить с человеком, но это достаточно выматывающие такие процедуры. Вы, наверное, читали то, что делали с Эльдаром Дадином, а он утверждал, что его били ногами, и, кроме того, заламывали руки за спиной, подвешивая таким образом, за запястье. Да. Такие пытки могут не оставлять следов? Подвесить, например, за наручники на дверь, либо на какую-либо перекладину. В принципе, каких-то таких видимых следов оставлять они не должны, но при длительном нахождении вообще человека в наручниках, особенно туго стянутых, если он на них висит, конечно, на запястьях следы остаются, само собой. Они достаточно длительно сходят, то есть гематомы такие значительные должны быть у человека. Но, опять же, все это может происходить и при применении необязательно наручников. То есть можно полотенцем срезать человека, веревкой, скотчем. Они очень любят скотч использовать. То есть вот скотч — это универсальное средство, которое фиксирует максимально человека и следов практически не оставляет. У меня два коротких вопроса, пользуясь тем, что можно вам, как свидетелю всего происходящего, пережившему на себе, задать вопрос. Скажите, Эльдардадин утверждает, что сотрудники колонии макнули его лицом в унитаз. Может ли это повлиять дальнейшим на его судьбу в колонии? Или нет? Или это не считается? Скорее всего, скорее всего, что повлияет. Скорее всего, что повлияет, потому что... То есть он попадает, извините, в касту опущенных, у него меняются условия пребывания в колонии, жизни? Во многих лагерях это будет именно так. Что с ним случится после этого в таком случае? Это будет особое, так скажем, у него общение со всеми остальными. То есть это особые правила приема пищи, в принципе, и достаточно много ограничений, которые вообще на человека... Это доставляет человеку в таком состоянии эмоциональной страдания или нет? Конечно, конечно, однозначно. То есть это то, чем обычно пугают. По вашим оценкам, то, что Эльдардадин публично рассказал о своих заключениях в колонии, пытках и прочее, как может повлиять на его судьбу? Они прекратятся или ему станет только хуже? Ну, во всяком случае, весь дальнейший срок пребывания в учреждениях исправительных будет для него максимально тяжелым. Владимир Богушевский, человек, который совсем недавно еще отбывал срок 7,5 лет в колониях строгого режима и знает о том, что происходит не понаслышке. Владимир, спасибо большое.